Всем привет! Вы на канале Даша Техник и сегодня я вам расскажу, как танк Т-80 не один раз спасал свой экипаж и почему он не Алеша, а дед и даже не Алексей. Итак, поехали! А как я строю такие модели танков, вы можете посмотреть на моем канале Даша Моделс. На этих кадрах демонстрируется реконструкция событий того боя в парке Патриот и в качестве главного действующего персонажа играет именно тот же танк Т-80БВ, который участвовал в легендарном бое. В тот день враг ввел активное наступление и, чтобы его остановить, было отправлено 5 русских танков. В итоге враг был успешно остановлен, но затем экипажу Алеши пришел новый приказ прикрывать дружественное подразделение, расположившееся в соседней лесополосе. О том, что там появится вражеская колонна, никто не предполагал. И в ходе отражения контрнаступления ВСУ для поддержки мотострелкового подразделения вышло 3 российских танка. И они были практически без связи, которую глушили ВСУ. И поэтому, сколько там на них бронетехники шло, не знали. Но увидев впереди себя два вражеских танка, они моментально приняли решение принять бой. Один российский танк был подбит, а второй развернулся и уехал в начальную точку. Поэтому танк Алеши остался один на один с противником. В ходе артиллерийского обстрела нашего танка был ранен механик-водитель Филипп Евсеев. И тогда командир танка Расим Баксиков вытащил своего друга и оказал ему первую медицинскую помощь и передал его в медицинскую группу. А потом сел обратно в танк на его место. А командование танком моментально взял на себя Александр Леваков. И они незамедлительно выехали, чтобы оказать огневую поддержку нашему мотострелковому подразделению, которое в это время держало оборону. Командир Леваков увидел впереди два танка и движущуюся колонну, состоящую из шести единиц вражеской техники. Экипаж танка Алеша своими действиями опроверг пословицу «Один в поле не воин» и вступил в неравный бой. В течение первых четырех минут из укромного места в лесополосе наводчик-оператор Алексей Неустоев уничтожил два танка Т-72Б. И колонна замерла от неожиданности. Этим моментом воспользовалось мотострелковое подразделение и принялось обстреливать вражескую технику. Точным попаданием танкистам удалось намертво остановить первую машину в колонне. Это образовало пробку из техники, которую накрыла подоспевшая артиллерия. Тем временем танк продолжил бить по врагу, не давая ему отступить и забрать технику. Это заставило механиков вражеской техники делать ошибки, и они стали выезжать на заминированное поле. Несколько бронемашин подорвалось на минах. А потом, когда колонна остановилась, их огнем накрыла российская артиллерия. А танкисты только добивали уже подбитые машины. И в это время по застопорившейся колонне врага начала работать наша огневая поддержка из противотанковых управляемых ракет, с танковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. И еще несколько вражеских машин выехало с узкого прохода на минное поле и напоролось на мины. Упорный Алеша меж тем вернулся на боевую позицию и добил врага. Танк Алеша выехал из укрытия и в течение 30 минут добил подбитую нашим мотострелковым подразделением технику. Один бронетероспортер М113 и пять американских бронетероспортеров МАКСПРО. После боя танк Алеша еще 40 минут прикрывал своим огнем мотострелковое подразделение. А о том, что только один Т-80 противостоит целой колонии ВСУ, танкисты даже не догадывались. Лесополоса значительно закрывала обзор, а вражеские глушилки не позволяли выйти на связь с командованием. И весь масштаб битвы танкисты смогли оценить только когда видео их боя попало в сеть. Когда у танка закончились снаряды, они поехали на перезарядку, и на их место приехал другой танк. Но танк Алеша не успел уехать далеко старше лейтенанта. Расим Васиков увидел, что танк, который пришел на замену, был подбит. И они моментально развернули машину и под непрекращающимся артиллерийским обстрелом отбуксировали поврежденный танк и тем самым спасли жизнь экипажу. Видео этого боя, которое сняли с беспилотника, облетело мировые соцсети и наделало немало шума. Оператор дрона, наблюдавший за боем, еле сдерживал эмоции, сообщая о ситуации на поле боя. Ну а когда колонна ВСУ была полностью разбита, оператор выразил уверенность, что после такого награды танкистам обеспечены, и он оказался на 100% прав. Так почему же танк в СМИ называют Алешей? Когда этот танк Т-80БВ пришел в подразделение, то был канун Нового года, и его приняли как новогодний подарок. И поэтому экипаж танка назвал его Дед Мороз и не ошибся. Этот надежный советский танк стал настоящим подарком. Сколько было боев, но он еще ни разу не подводил. А когда в него попали противотанковые ракеты, он поврежденный, но своим ходом возвращался и тем самым спасал жизни своему экипажу. Так что настоящее имя у танка Алеши это Дед Мороз или попросту Дед? А как так получилось, что все знают его как танк Алеша? А дело в том, что позывные танкам артиллерии оператора ППЛА дают свои собственные. И у них нет связи с танкистами. И когда они отслеживают танки на своих экранах, то они придумывают им свои собственные имена. Изначально была версия, что название танк получил из-за того, что Леня это позывной наводчик Алексея Неустроева. Ведь название танку дал оператор ППЛА Илья Гаврилов, который, комментируя этот бой, сказал, что их там 8 бурнетехники, а у нас там один Алеша. Четвертой точке на 144-й идет 8 единиц техники, а у нас там один Алеша, один Алеша. Оператор ППЛА назвал этот танк Алешей не потому, что там был наводчик с позывным Леня, а потому, что все танки, которые идут в бой первыми, оператор называют Алеша. Другими словами, если танк идет во главе, то операторы ППЛА дают ему кодировку Алеша. И не важно, какой позывной было у экипажа. Конечно же, после боя кодировку сменят. Именно под названием Алеша и стал знаменит танк Дед Мороз. А еще до этого боя Т-80БВ спасал свой экипаж, казалось бы, в безвыходной ситуации. Командир экипажа рассказывал, что однажды танк получил прямое попадание противотанковой управляемой ракетой. Танкисты были уверены, что после такого Дед Мороз до своих уже не доедет, но он доехал, хотя по всем правилам не должен был. И также я хочу рассказать о бронированном герое этого боя – танке Т-80БВ. В Советском Союзе в ходе грядущей ядерной или неядерной войны готовились не просто обороняться, а опираясь на свои танковые и мотострелковые дивизии, и союзников перейти в решительное наступление Даламанша и Атлантического океана. А в странах Восточной Европы был создан мощный военно-политический блок организации Варшавского договора. Обычных вооружений у СССР и в странах народных демократий было очень много. И в том числе и танков. И танки были не только в танковых дивизиях, но и в мотострелковых, начиная с уже старых Т-55 и до новейших танков с газотурбинным двигателем Т-80. В 1985 году была готова модификация Т-80БВ, и она наряду с Т-80У должна была в первом эшелоне прорывать оборону войск НАТО и двигаться к Атлантике. Вооружен танк с 125-мм гладкоствольной пушкой с кабинным механизмом заряжания, как у Т-64, и с орудием спарен пулемет ПКТ, а на крыше башни установлена зенитная пулеметная установка УТЕС. Для поражения вражеских танков у Т-80БВ есть комплекс управляемого вооружения. Дальность пуска ракеты 4 км, а пробиваемость до 650 мм гомогенной брони. У комплекса управляемого вооружения не лазерное наведение, а радиокомандное. Перед люком командира установлен антенный блок. Плюсом комплекса управляемого вооружения является возможность стрельбы на ходу, но надо учитывать, что излучение антенны опасно для людей, находящихся в 100 метрах перед танком. Боекомплект в 38 выстрелов и в том числе 28 в карусели механизма заряжания. У спаренного пулемета боекомплект более 1000 патронов. Преимуществом 80-х является газотурбинный двигатель мощностью в 1100 лошадиных сил. Он разгоняет танк до 65 км в час на шоссе и до 45 км в час на пересеченной местности. Скорость входа назад 11 км в час, а зимой газотурбинный двигатель запускается быстро и меньше шумит. Но дизели потребляют значительно меньше топлива, чем газотурбинные двигатели. 2200 литров топлива хватает танку на 600 км, а по пересеченной местности 790 литров на 100 км. Трансмиссия Т-80БВ механическая с гидравлическим включением фрикционных элементов. Из-за особенностей конструкции газотурбинного двигателя увеличение скорости оборотов происходит дольше по времени, чем у дизельных танков, и также конструкция имеет большие потери мощности. Подвеска индивидуальная торсионная с телескопическими гидроамортизаторами, и она обеспечивает высокую плавность хода, лучше чем у Т-64 и Т-72. У ходовой части есть и минусы – потери на трении выше, чем у Т-72, и износоустойчивость ниже. Первые Т-80БВ делались на базе танков Т-80Б, и у них верхняя лобовая деталь была из четырех слоев. 60 мм сталь, далее два слоя бронетекстолита по 50 мм и тыльный в 45 мм бронелист. Стальные детали делали из стали повышенной твердости. Защита, как заявляется, в 380 мм от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. После того, как были захвачены снаряды М111, которые пробивали такую комбинированную броню, пришлось проводить модернизацию танков по программе отражения. И Т-80Б, и Т-80БВ получили 30-мм лист брони дополнительно на верхнюю лобовую деталь. Вновь производимые Т-80БВ получили помимо динамической защиты Контакт-1 усиленную верхнюю лобовую деталь. И с учетом динамической защиты стойкость от подкалиберных снарядов возросла до 570 мм и до 820 мм от кумулятивных. В ходе боев в Грозном Т-80БВ выдерживали до 12 попаданий моноблочных выстрелов РПГ-7. Минусом Т-80БВ является более слабая защита борта и неусиленная башня, равная по бронированию башням ранних Т-72А. На Т-80БВ установлена система управления огнем ОПИ. В ее состав входит прицел-дальномер, баллистический вычислитель, блок разрешения выстрела и датчики крена, курсового угла, скорости, ветра, а также преобразователь напряжения, электрогидравлический стабилизатор. Баллистический вычислитель автоматически вычисляет угол прицеливания и бокового упреждения пушки с учетом дальности, направления движения, крена и скорости танка, а также бокового ветра, перемещения цели и типа снаряда. Блок разрешения выстрела не дает произвести выстрел из пушки и пулемета, если фактическое положение пушки отклоняется от заданного на 4 угловые минуты. На настоящий момент система управления огнем устарела и требует замены. Также нужно менять и противотанковую ракету и следует дополнительно бронировать башню. И вот такая история получилась у легендарного экипажа и у танка легенды. Если вам понравилось мое видео, то не забывайте писать комментарии и подписываться на канал, а также заглядывайте на мой второй канал про моделизм Даша Моделс, где я строю модели, показываемые здесь технике. А если вы хотите поддержать мою деятельность рублем, то приглашаю вас на мою страничку на Boosty, есть ссылочка в описании. Там можно найти контент обо мне вне техники и моделизма. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok